Ну, то есть, ты думаешь, серьезно я пойду их и вас расстреливать? По моим наблюдениям, большинство тиктокеров популярных, они геи. Так, ножка вот так, сели, они глупкие, так, уху. Тебя задала в тиктоке, как я понимаю, да, или в инстаграме, вопрос подписчицы, как ты относишься к геям? Если ты приехал бы в Курск к нам, то ты бы вообще на улицу там не вышел, ты понимаешь этого? Тебе не кажется, что вообще эта фраза, которая призывает убивать людей... Я не призывал убивать людей. Твои слова мне действительно задели. А тебе чего делать? А давайте закидаем жалобами. В интернет слили твои данные, паспорт, адрес. То есть, ты понимаешь, это все было запланировано, у них был план какой-то. Почему вот Игорь Синяка так задела твоя вот эта позиция? У меня появилось очень много завистников. Тебе вообще сидеть со мной как сейчас приятно? Нет, мне вообще не приятно. Ты понимаешь, что меня так воспитали? Лучше бы я не рождался? Да, польза какая тебе. А кто тебя поддержал из блогеров? Да, я не знал, что многие. Если отмотать назад, все, ты бы точно так же высказался. Всем привет, ребят, с вами Пушка. И сегодня спецвыпуск. Я в качестве ведущего Андрея Петров. И в качестве гостя у нас популярный тиктокер Володя Горяйнов. У Володи в социальных сетях насчитывается 700 тысяч в тиктоке, да? И 300 тысяч в инстаграме. Очень популярный блогер, еще он певец. Его трек «Пурпурный Брабус» набрал огромное количество прослушаний. 15-е, по-моему, место. Вконтакте, да, в топе. Расскажи немного про свой трек вообще. Как ты его записал, почему? Сам писал текст, я просто выбрал бит. То есть я купил его за деньги, сам написал текст. Съездил на студию, трек зашел на 15-е место. Я его хорошо раскрутил в тиктоке. А тебе помогали какие-то друзья? Блогеры мне помогали раскрутить песни, да. Хочется немного поговорить про твою прошлую жизнь. Расскажи немного о том периоде до популярности еще в тиктоке. То есть как я начал? Да, как ты начал? Все произошло случайно. Я занимаюсь футболом. С 5 лет профессионально занимаюсь футболом. Играю в авангарде, в молодежке. И просто нам с ребятами нечего было делать. И мы просто по приколу открыли приложение тикток. И поугарать записали видос, чтобы скинуть пацанам в беседу. Я не знал, что это видео попадет в какое-то обозрение, в общий доступ. И прихожу вечером, открываю приложение, смотрю видео, залетело в рекомендации. На несколько тысяч лайков. Думаю, офигеть, что за бред, как так, возможно. И на следующий день я начинаю снимать себя. И спустя месяц у меня уже 100 тысяч подписчиков, потом 200. И я зацепил людей, скорее всего, внешностью. Было желание заработать изначально? Нет. То есть я не знал, что на этом зарабатывают. А сейчас ты зарабатываешь на тиктоке? Да, безусловно. Сколько вообще зарабатывают тиктокеры? Лично я об этом ничего не знаю. Я знаю, сколько зарабатывают в Инсте, в Телеграме. А тикток — это такая новая лошадка на рынке. И расскажи немного про возможные заработки. Ну, в тиктоке можно хорошо заработать. Ну, например, под песню снять видео в районе 25 тысяч. То есть 25 тысяч в месяц, может быть, таких 7 заказов, 6. Пропиарить какой-нибудь Pepsi, Сбербанк — это тоже челленджи, это тоже деньги. Ну, в районе 300 в месяц можно получать с тиктока. Популярные блогеры, которые, ну, до миллиона подписчиков примерно, да? Да нет, практически там не важно, сколько подписчиков, там важна активность. Вот, если у тебя активные подписчики, то рекламодатели будут. Как ты считаешь, почему твоя песня зашла «Пурпурный Брабус»? Потому что у меня очень активная аудитория в Инстаграме. Я ее набирал год, то есть я всего год снимаю. И мои ребята меня очень сильно поддержали, выкладывали в историю. Плюс блогеры помогли. И раскрутил хорошо в тиктоке вот песня на 15-м месте. И вот этот хайп, который сейчас идет вокруг меня, тоже помог ей продвинуться. Ну, раз уж мы уже перешли к основной теме, да? Я думаю, ты понимаешь, почему мы вообще здесь собрались. Расскажи, тебе задала в тиктоке, как я понимаю, да? Или в Инстаграме вопрос подписчица. Как ты относишься к геям? Вот этот вопрос я хотел ответить больше всего. Во-первых, что за глупые люди зададут этот вопрос? Да. Расскажи, тебя этот вопрос задел? Почему ты решил высказаться так, как высказался? Потому что всей аудитории своей на протяжении года говорил, что я негативно отношусь к геям и ЛГБТ. Пришла новая аудитория, около 100 тысяч. Я тоже похайпил на треке. И я решил людям сказать свое мнение еще раз. И просто в Телеграм для перевода подписчиков я сделал такой вопрос-ответ. Я ответил на него. Думаю, в своих словах я не отказываюсь. Но ты сказал чуть позже, что геев ты бы расстреливал. Я бы просто всех расстрелял бы вот так вот этих вонючих людей. Я не понимаю, зачем они вообще живут? Ну, знаете, это такое слово «расстреливал». Вы его взяли как бы все сложили в это слово. Все ненависть ко мне. Слово «расстрел». То есть, ну как я пойду стрелять в людей на улице? Ну просто возьму автомат и буду стрелять? Это глупо. Ну ты так и сказал, я лично смотрел это видео, где ты говоришь. Я не призываю никого расстреливать, но я бы расстреливал. Это мое мнение. Да, это мое мнение. Тебе не кажется, что это слово очень серьезное? Ну то есть, ты думаешь, серьезное, я пойду их и вас расстреливать? Ты думаешь, я прям возьму автомат и пойду на улицу стрелять в людей, входить, искать их по улицам? Ну, послушай, когда популярный блогер поддерживает такую позицию, то отклик может найти у себя в голове какой-то сумасшедший человек. И действительно пойти и начать расстреливать. Нет, я бы сказал свое мнение. Я никого не призывал это делать. Я повторился. То есть, я сказал, я никого не призываю это делать. Это мое личное мнение. То есть, я бы так поступил. Хорошо. А ответственность за свои слова ты понимаешь? Да, я понимаю. и какая ответственность как ты думаешь возможно за такие слова никакой ответственности никакой ответственность именно поэтому ты высказываешься я считаю то что в москве вас много москвичей которые наверное всего например грубо говоря возьмем геев в россии 20 миллионов но это просто так число выдал 9 миллионов живет в москве 9 в питере и 2 миллиона разбросаны по россии то есть именно вот это лгбт сообщества и геи они сконцентрированы в питере и в москве если ты приехал бы в курск к нам ты вообще на улице там не вышел ты понимаешь этого то есть потому что там геев как бы меня воспитали так меня воспитали это детство то есть мое воспитание мое отношение геем просто негативное ну я тебя прекрасно понимаю но статистика на самом деле говорит обратное и геи живут не только в москве в питере геи живут везде во всех городах по статистике 10 процентов мужчин они имеют гомосексуальной наклонности но это так если говорить о научной точки зрения тебе не кажется что вообще эта фраза которая призывает убивать людей я не призывал но расстрел это убийство же убийство я призывал я говорю все выходим с автоматами стреляем в геев конкретно такого-то не говорим сказал что ты бы расстрелил да я бы стрелю ну смотри может и смотрел достаточно фашистка это высказывание фашистка нет мне не кажется что фашистка ты смотрел интервью дудя соборов скорее смотрел на это комик стендап комик и он родился в казахстане тоже в провинции то есть не в столице и у него отношение геем как бы у него было окружение где за розовые шнурки просто тебя пинали там обзывали когда у него начала появляться популярность и по нужде по работе он выехал в москву работать вот то там у него появились на пути гей и он сказал то что я поменял свое мировоззрение геем вот я теперь с ними стал здороваться не обниматься конечно не дружить но здороваться вот я думаю то что но это маловероятно если я перееду москву мне изменится отношение геем то есть это маловероятно что касается сабурова я вспомнил кто это он ведет еще передачу что было дальше правильно я смотрел эти выпуски они кстати собирают достаточно много негативных отзывов в качестве в том числе из-за того что соборов соборов правильно и его соведущие ведут себя достаточно сексистки гомофобно это не ориентироваться на него я бы наверное не стал в том случае ваш это юмор а расстреливать геев это юмор или нет ты все приводишь к расстрелу ты понимаешь зачем если ты просто выбрал до слова на нем зациклился расстрел послушай это очень серьезная фраза формулировка и ты решил ею поделиться в интернете разумеется что люди заостряют акцентируют внимание я не думаю что будет столько много как бы активистов этого движения и геев которые поддержат вас тебя дело в том что я в тик токе наверное пару недель уже сижу и по моим наблюдениям большинство тик токеров популярных они геи да и это узнал и меня очень зацепило бы тут почему назвали меня тик токеров я уже наверно как полгода не тик токер то есть я уже не открываю рот под эти песенки блин у меня это уже отхожу от этого уровня я делаю что-то свое вот пиарю песню разными способами там делаю все чтобы не быть на них похожими ну у тебя же основная платформа это тик ток правильно сейчас нет сейчас инстаграм раньше был тик ток тик ток мне поднял с нуля как бы договорить тик ток у тебя заблокировали на днях буквально да заблокировали это отдельно то есть теперь ты больше не тик ток если разблокируют а я тик токер так все-таки тебя называть тик токером ну кабель не нет тик токером называйте тех у кого там 70 тысяч подписчиков 100 тысяч подписчиков который появляется на камеру и похож на ты понял а травлю против тебя поддержали как ты думаешь только гей или кто-то еще мне кажется только подписчики паблика в паша практически ну и в основном гейда потому что нет смотри у меня много появилось хейта то есть за 2019 год это просто год сумасшедший для меня был у меня появилось очень много завистников вот то есть мне песня попала в топ вконтакте ничего себе то есть у меня за год там практически 350 тысяч в инстаграме это ничего себе и просто появится очень много завистников которые увидели то что видео с володей попадает в рекомендации и начали просто сильно бобить рекомендации моими видео ну я зашел в комментарии в твой тик ток и я увидел очень много ну когда он еще был активен я увидел очень много комментариев против тебя от девушек очень многие девушки не поддержали твою вот такую позицию гомофобную мне кажется что все-таки против тебя обострились не только геи а девушки обострились потому что их направил игорь синяк ты понимаешь что что он свою аудиторию просто говорит блокируйте его аккаунт то есть кидайте жалобы на его аккаунт я ничего не говорил я молчал то есть мое мнение никто не услышал услышала мнение только игры синяка и вот этой девочки его маленькие пошли просто и начали бобить в комментариях это чушь просто а нормальные люди которые сейчас знали всю ситуацию обо мне просто говорит вова респект красавчик тогда зададим вопрос зрителям потому что пушку смотрят не только как ты говоришь маленькие девочки давай зададим вопрос и скажем все таки как зрители относятся к твоей вот такой позиции да и почитаем просто комментарии после выхода выпуска продолжая разговор почему ты думаешь ну по твоему мнению почему вот игорь синяка так задела твоя вот эта позиция потому что он хотел по хайпить просто на все лишь поэтому да я тебе говорю то есть потому что мне кажется это все было задумано если честно у меня в голове такая мысль проскакивает то что задумано что задумано по хайпить на мне именно ну ты видел сколько ему подписчиков telegram пришло ну тысяч двадцать ну 30 уже там сотка были и это мне кажется все было задумано алена веном до instagram блогерша я не знал кто это из мстителей какой-то вот она короче такая у нее три ляма да она выкладывает пост называть меня фашистом спустя 10 минут после видео как игорь синяк 10 постов про меня в паша сделал то есть ты понимаешь это все было запланировано у них был план какой-то эти гуляли на веном там еще какая-то блогерша я не застримит что кто-то видео записал против меня спустя 10 минут это такого быстрая реакция не может быть прославься почему ты думаешь что у людей не может быть быстрой реакции на твои фашистские гомофобные комментарии он такой большой текст а не могла просто физически за 10 минут написать ты думаешь что я его скинули да я думаю нет просто игорь синяк сказал ей типа подготовься вот смотри надо обосрать одного блогера но я думаю что все таки люди некоторые могут писать тексты достаточно быстро длинные быть толерантным то есть по твоему мнению это хайп нет я вообще не хотел по хайпить ни разу я сейчас говорю про игорь синяка его позиция достаточно толерантная и ты считаешь что он сделать только ради хайпа правильно да ради того чтобы раскрутить свой паблика бы ну так раскручен куда крутить но чтобы вокруг него него была какая-то шумиха вот просто на все давно хотел это сделать специально но по моему мнению даже если толерантная позиция раскручивается ради хайпа то это все равно хорошо потому что она изначально толерантные тебе так не кажется нет нет так не кажется пусть он пропагандирует свою позицию своем сообществе но никуда не выносит не кидает жалобы постоянно на мой инстаграм аккаунт как маленькая девочка ой давайте его заблокируем ой давайте вот там заблокируем в тик-токе в инстаграме а почему-то даже что ты свою позицию можешь тогда выносить также на всеобщее обозрение да но я не говорил чтобы кидали жалобы люди на игре синяка например я тебя только это за делом жалобы на то что тебя заблокировали социальные сети на самом деле нет я знаю что их разблокирует обчинок работает с этим вот буквально вот наверно выпуск выйдет инстаграму разблокируют вот меня за дело только то что как бы блогеры вот эти мелкие они начали ради хайпа поддерживать эту волну вот мы ненависти ко мне вот только это меня за дело но послушай у меня есть свой телеграм-канал красное королевство я туда выкладывал тоже твои вот эти тик-токи твою позицию и высказывался выражал свое мнение тоже на мой канал никто из этого не подписался то есть у меня не было прилива подписчиков не 10 не 20 тысяч но я просто посчитал важным высказаться на эту тему потому что твои слова мне действительно задели ну конечно ты гей да ты гей да и гей ну вот видно вот просто по мне видно что я гей ну слушай гей разные бывают я был геем с тобой тут не сидел бы рядом слушай вообще такая супер негативная позиция по отношению геем она обычно и выражают ну либо супер глупые люди либо латентные геи ты знаешь кому да я знаю что такое ты кому-то из этих относишься нет ты понимаешь то что меня так воспитали просто то есть я не из столицы парень которому с детства проявляют что гей это хорошо я обычный парень из курска который воспитали так а кто тебя поддержал из блогеров из блогеров кто-то поддержал если надо было все поддержали практически мои друзья просто я это посчитал делать необязательным а кто-то вообще тебя поддержал до поддержали ребята кто роли мы знаешь да вот он поддержал меня игорь семяк тоже сказал о давайте роли закидаем жалобы instagram ему тоже закидали он сайте просто а те чего делать а давайте закидаем жалобами а кто-то еще тебя поддержал да меня поддержали мои подписчики очень сильно то есть практически хейта в свою сторону в личке вконтакте вот сейчас когда мне все заблокировали я не увидел только позитивный комментарий вот ты говоришь тебя так воспитали а скажи в 21 веке по твоему мнению такое воспитание оно приемлемо меня воспитали друзьями стала улица а родители тебя воспитывали конечно меня родители воспитывали ты о чем просто я очень много времени проводил на улице и если бы мне уже говорил что говорить если в курске ты бы увидел гея то ты бы не увидел просто там все их нет я тебе говорю в курске нет геев есть там сколько человек я не знаю пять процентов из мальчиков даже меньше но пять процентов это тысячи тысячи людей сколько в курске населения до полмиллиона как ты считаешь массовые жалобы на твой аккаунт означает то что в россии люди стали более толерантными нет они более толерантными скажу так вот у игры синяка паблик основан на геях то есть он поднял свою аудиторию на лгбт вот и они накидали жалобы нормальные люди не кидали жалобы только они кинули жалобы но основная аудитория в пш насколько я знаю это девочки я не знаю не следил за этим пабликом ну по-моему 70 или 80 процентов девушек в пша выложила 10 постов до абсердных про меня то есть горели какой ага то есть все надо травить его вот овсянка сэр знаешь паблик должна там сколько три поста вышла про меня и все неадекватные и в комментариях ты посмотри нет одного ни одного как бы негативного комментария в мою сторону все поддержит ого красавчику нахуй геев этих а тебе обидно что никто публично за тебя не заступился заступился я сказал роли на роли заступился и дима козлов тоже мой блогер он за меня заступился и начали обсирать тоже в комментариях эти подписчицы в пша а тебе не кажется что вот эти два человека которые за тебя заступились они но совершенно не являются противовесом десятков десятков людей которые публично высказались против тебя если надо было я попросил бы всех блогеров нормальных которые меня поддержали я посчитал это ненужно просто навсего то есть ты считаешь что позицию могут поддержать только тогда когда ты это попросишь игорь снег же попросил подписчиков это сделать не сна твоя позиция тебе общая сидеть со мной как сейчас приятно нет ночи неприятно неприятно почему потому что гей и что ну как это возможно возможно что сидеть с геем но ты как-то сидишь не знаешь мне противно просто нам все что эти маникюр ну это это не ты же ты мужчина или женщина себя я мужчина но как мужчина может себе наносить маникюр на ногти носить вот такие вот вот эти вот бандура вот это вот ошейник что это такое это украшение что это украшение от москина круто но это не это не это не мужественно ну я типа знаю ну это зачем ты это делаешь это фетиш какой-то тебя просто послушай не всем людям важно быть мужественным не всем парням этого вообще хочется быть мужественным да но это у тебя с детства такое или ты с временем поменял свою позицию ну гейми не становятся ими рождаются поэтому я родился геем хреново ну не знаю я очень довольна кажется потому что ну зачем вот польза какая тебя лучше бы я не рождалась польза какая тебя от тебя какая польза я принесу потомство свое то есть у меня будут дети я буду счастлив со своей женой у тебя кто будет насчет решил что меня не может быть детей ну ты ж гей какие дети не ну реально как искусственного оплодотворение это не слышал а суррогат на материнство ну просто ребенка жалко будет вашего просто бедолага парень или девчонка просто не дала то есть по твоему мнению вешне внешний вид делает из меня плохого человека правда серьезно не меньше вид твой говор как ты разговариваешь то вот эти вот повязочки так ножку вот так сели губки а как надо покажи надо вот так вот есть как батя просто ноги разложить это так вот и разговаривать ну хорошо можно так попробовать а вот скажи какой ты имеешь в принципе право решать кому стоит рождаться кому не стоит потому что просто мне сказал что лучше бы я не рождался да лучше бы ты не рождался ну какая тебе польза эти повторяюсь ну какая польза но какое ты судья ты кто какое-то право имеешь вот так высказываться я уже свое мнение вот в россии знаешь можно выражать свое мнение свободно вот я никого-то не навязываю чтобы они не рождались я просто высказываю просто понимаешь у тебя мнение оно мнение тогда когда не задевает права других людей например право на жизнь данные мне конституции знаешь по какому-то человеческому принципу или не знаю по человечности какой-то мужчина должен оставаться мужчиной то есть это кто тебе сказал это мнение которое уже 21 века и всю жизнь это мнение поддерживает просто я сейчас не знаю почему очень много как бы лгбт сторонников и активистов этого движения не понимаю с чем это связано просто может мне кажется с такими как ты потому что это пропагандирует просто на все и растет люди которые не хотят или не могут иметь детей по-твоему бесполезным так что это так не считаю нормальная женщина блин не жалко то что она не может иметь детей там а вот а тебя не жалко назвал бесполезным потому что по твоему мнению я не могу иметь детей да ты бесполезно именно поэтому да просто мне жалко вашего сына или дочку просто на все то что ребенок будет бедолага с чего ты это решил ну как его может нормально воспитать мужчина или женщина и как от себя как вы же ходить на родительское собрание все придут мамочки на этом будет сидеть там вот и ты придешь на собрание такая губки у . такая ну почему нет мне кажется это ужас это ребенка чморить будут собраться ну если мой ребенок учился бы где-то в курске то скорее всего да если мы говорим о развитых странах то я сомневаюсь что его бы чмирилем не заду 50 на 50 в курске до 100 процентов в москве это я не знаю не живу в москве может быть да может в этом ты прав но я говорю даже не про москву а например про европейские страны кстати ты знал что гомосексуальность не является болезнью с 1973 года но мне кажется что это болезнь в голове сдвиги у людей вот и все то есть москву ты планируешь не планируешь приезжать планирую планируешь тут же очень много геев ну что мне скажем геем за пойти за ручку знакомиться на самом деле вам них свои дела на самом деле та сфера в которой мы с тобой работаем в ней очень много геев и даже если ты так не считаешь это так и некоторые твои друзья в том числе популярные блогеры если они сами не геи то многие их друзья и знакомые являются геями тебя не смущает это меня это смущает да то что растет как бы популяризация геев вот особенно в моем кругу моменты напрягают но я просто свожу общение с этими людьми на минимум но я вот лично видел у тебя несколько тик токов сняты с другими тик токерами геями да я не знал что не гей просто на все ты понимаешь определиться человек гей или не гей спросите мне ты гей или не гей может быть ярко выраженный гей как ты да может быть скрытый гей который вот тихонько никому это не говорит я гей вот откуда же я знаю кто гей кто не гей ну например ты снимал видео с двумя тик токерами вот в одного из них были накрашенные волосы фиолетовые по моему и такого мы к сожалению в той тик ток сейчас зайти не сможем чтобы проверить не сфере тумила сами низком если но я лично видел покажи нет видео то есть в какой-то момент и решает что внешний вид он не решает в случае со мной ты говоришь что внешний вид определяет меня как плохого человека внешний вид по тебе не скажешь кто ты здоровый человек а если ты например узнаешь что среди твоих друзей например тот же роли окажется геем от него отвернешься он уже никак не откажется геем но если бы он оказался бы геем то скорее всего нет я подменитировался потому что я знаю его давно то есть он бы нормальным человеком может быть у него сдвиги в голове но с ним такого не произойдет потому что у него есть девушка понятно ну многие геев тоже есть девушки и жены не просто еще не определились до конца интернет слили твой данный паспорт адрес и прочие личные данные к тебе домой приходят когда приходил никто не приходит потому что в курске нет этих таких людей которые поддерживают это движение был бы жил бы я москве бы вот если его адрес то это было хреново бы на самом деле ты считаешь это хороший поступок сливать паспортные данные адрес нет я что-то некрасивый поступок а знаешь кто вас ли кто игорь синяк его сообщества ну в чем-то на он это выложил он это говорит все ребята приходим там стучимся ему в дверь что-то делаем ну послушайте вопрос нас это низко я с тобой согласен это очень некрасивый поступок но мне кажется такой же некрасивый поступок говорить людям что они недостойны жить и что ты бы их расстрелял мне кажется тоже достаточно некрасивый поступок ты так считаешь мне сомнения тебе свое окей как твои родители отреагировали на вот эти твои высказываниям они тебя поддержали высказывание мама с папой не видела просто когда слили данные мои до мамы запереживала то есть он говорит во вдруг кто-то кредит возьмет по твоей там паспортным данным то есть я сходил сразу в отдел там сделал все нужные все а как-то окружение отреагировала на твои высказываемые все знакомые друзья с кем-то общаешься в курске просто все меня поддержали говорит в красаву топи даталова типа вот ну вот ну то курск курск выскажи свое мнение по отношению к грызнику что-то о нем думаешь можешь прям в камеру сказать передать привет ему я не хочу ему как-то внимание вообще вращать но игорь снег это тот человек который просто как сказать публично унизил меня до публично оскорбил и заставил людей жаловаться но это низкая и ты бы видел себя это это вообще это ужас я не знаю ты мужчина женщина может жаба я не знаю но твои поступки это просто неадекватно я знаю как их объяснить а что не так внешне виде грязняка толстый гей это нормально а быть толстым это плохо нет это это нормально то есть я не скрубляю толстых нет но как бы он он этим хвастается то есть у него всегда фотосессии как бы как сказать открытый то есть интимный ты видела фотографии где он сидит вот так как лягушечка такая с волосами с длинными такая сидит это не нормально а как нормально фоткаться да сел вот так вот на диванчик поправился и сфоткался то есть ты будешь решать сейчас как кому фоткаться как кому выглядеть и кто достоин жить я не я просто сказал то что стремная фотку него и все вот что сказал я никому-то жить не жить я просто утащи стремные фотки игорь синяка ну я думаю что ответ не заставить себя долго ждать игорь все-таки тоже тебе что-то ответит да наверно инстаграма заблокирует пятый раз на жалобы кинет от себя вы сейчас разблокировали на спору блоки он до сих пор блоки на веры когда видеть и как ты думаешь почему на блоке потому что накидали жалобы в инстаграме ничего не было такого чтобы его блокируют окей а тик ток твой как ты думаешь почему заблокировано тоже из-за жалоб просто из-за жалоб да я выложил видео где я не оскорблял ни в коем случае геев уже во втором разе когда в первом в первом да я оскорбил их ты знаешь что на следующий по моему день или через несколько дней после блокировки этого тик тока у тик тока вышло обновление новые правила вышли это нельзя было указано что в общем пользователям тик тока не рекомендуется негативно высказываться в отношении каких-то меньшинств и так далее да я видел это обновление не кажется что вот эти два факта не как-то связаны и что администрация тик тока все-таки сама решила начать бороться с гомофобией фашизмом со стороны тебя мне кажется нет мне кажется просто чисто совпадение то что вышло такое обновление вот и ну ты надеешься до сих пор на разблокировку своего тик тока правильно да я думаю разблокирует хотя написали то что навсегда у меня это насторожило очень сильно но я надеюсь то что два-три дня и все будет нормально окей а что ты будешь делать если не разблокирует нахер уйду с этой платформы тогда какие-то выводы вот вообще после всей этой ситуации сделал лично для себя я для себя сделал выводы то что я узнал во первых что очень много таких как ты таких как игорь которые вот поддерживают это я не знал что на стране так много сейчас геев то есть если отмотать назад все ты бы точно также высказался или бы ты может промолчал ну может быть я высказал себе чуть бы помягче да скорее всего я бы высказал себе помягче то есть все-таки ты считаешь что твои слова они могли кого-то обидеть ну геев они обидели конечно если бы я был геем мне такое сказали мне было бы обидно но я бы не был геем все понятно на этом все спасибо огромное володе что приехал что дал свои комментарии по поводу этой ситуации ребята подписывайтесь на канал не забывайте ставьте колокольчик делайте красную кнопку серый и как там говорит ксюша и пишите конечно же в комментариях свое мнение спасибо еще раз тебе володя за участие на этом все друзья оставайтесь с нами увидимся в следующем выпуске